Я бы сказал, что в научном плане Самым трудным вопросом является вопрос о том, каким образом возникла жизнь Ну, начиная от самых элементарных форм здесь, на Земле Этот вопрос еще долгое время, по-видимому, будет решаться Но если считать, что жизнь каким-то образом возникла на Земле То почему бы она не могла возникнуть на любой другой планете На одной из бесчисленных планет нашей Вселенной А предыстория наша, как цивилизации, человека разумного Это познание окружающего мира Познание самого себя Познание природы, познание внутреннего я-человека Познание законов естествознания, познание законов общественных И мы, не завершив еще этот процесс Вдруг приступаем Нас это интересует К познанию другой природы И, возможно, другого общества Других цивилизаций Я не разделяю мнение большинства моих коллег, которые верят в тотальную населенность Космоса, в том числе и разумными существами Я думаю, что жизнь И в частности, в особенности разумная жизнь Есть чрезвычайно редкий феномен И ближайшие очаги разума удалены от нас На расстояние, измеряемые сотнями тысяч, а может быть и миллионами световых лет Я думаю, что существуют сверхцивилизации И эти сверхцивилизации мы можем обнаружить, по-видимому, уже в 20 веке Кто они, эти разумные существа? Лучше нас, хуже нас Откуда они прилетят? Можно только лишь фантазировать Ну а как это все выглядит? Живопись, искусство, кино позволяет Материализовать нашу фантазию И вот этот фильм, который мы с вами сейчас увидим Это одна из попыток рассказать человечеству, как это все произойдет Поживем, увидим Материализовать нашу фантазию Материализовать нашу фантазию На окраине Солнечной системы Два месяца назад возникло неизвестное явление Немногие, дошедшие до нас видеокадры с космических кораблей Убеждают, звездолеты попадают в мощное излучение Мозг астронавтов подвергается активному воздействию Излучение имеет форму кольца И источник его находится в районе звезды ФУ Созвездия Ориона Корабли погибают в энергетической петле Она возникла в районе планеты Диана У звезды ФУ И через два года достигнет Земли Можно утверждать Земле грозит опасность Мы назвали это загадочное явление Петлей Ориона Остается неясным, что именно является причиной гибели людей Вот кадры со звездолета Рома КОНЕЦ 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 Вы видели возвращение на Землю итальянских астронавтов Они дальше всех вошли в петли Ориона Астронавты находятся в неврологическом центре И ничего не могут рассказать Ни о своем счастливом спасении Ни о причинах аварии Можно предположить, что центральную нервную систему Разрушает необыкновенно мощное излучение неизвестной природы Андрей Семенович, пожалуйста Необходимо срочное разрешение загадки Институт космических проблем Разработал принципиально новый корабль типа Фаэтон С биологической защитой от всех видов излучений Которые нам известны Посылать корабль с людьми на борту безумие Учитывая непредсказуемость явлений Предлагаю послать экипаж автоматов-роботов Наш институт подготовил роботов, способных работать в космосе Мистер Фрост, автоматы несовершенны там, где нужно решать творческие задачи Только люди способны создавать гипотезы И разгадывать тайны такого уровня, которые возникли сегодня Комиссия Космос при организации объединенных наций Просит советских ученых направить в петлю Ориона корабль Фаэтон Что скажет руководитель космической программы Николай Кречет? Подготовка Фаэтона подходит к концу Экипаж астронавтов возглавит Павел Белов Каждый член экипажа является крупным специалистом в области астронавтики И может принимать ответственное решение автономно В состав экипажа войдут и автоматы Киберы системы Скрябина Они прошли испытания и получили допуск космическим полетам Сейчас еще раз проверим твоего Кибера Так, внимание, начнем Павел Держись, старик Внутри камеры 5000 градусов Плазмохимия Блок номер 8, отмечаю Уникальному кибернетику Создателю великого компьютера Привет Ну как, дубль компьютер в норме Почему вам пришло в голову сотворить киберов, похожих на нас? Это для того, чтобы вы в космосе работали, а не отвлекались на незнакомые лица Обратите внимание Это здесь Николай Савельевич Да Новые данные Я вас слушаю Сатурн 5 сообщает Петля достигнет Земли через 22 месяца Как? По данным коллег из Харькова, через 30 Скорость петли пульсирует Это скверно Мы поймали ее в момент ускорения Разберемся Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фаэтон выведен на заданную орбиту Автоматика включена. Кибернетик 2. Порт инженер 2. Навигатор 2. Врач 2. Командир 2. Ну, по местам, ребята. КОНЕЦ Впереди по курсу рой метеоритов. КОНЕЦ Включаю метеорную защиту. КОНЕЦ Навигатор 2. Входим в петлю Ориона. КОНЕЦ Что впереди по курсу? Кибернетик 2. Компьютер фиксирует всплеск неизвестного излучения. КОНЕЦ 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 Доложу через пять минут. Хорошо. Август? Да. Чем вызвано отклонение от курса? Выясняю, командир. Что молчишь? Как будто... Что? Да нет. Просто устал. Да нет. Да нет. Да нет. Да нет. Что случилось? Какая нужна помощь? Исследуем. Останься. Наблюдай. Понял. Да нет. Да нет. Встреча с... Что произошло? Мы в ловушке. Я видел. Нет, это невозможно. Я видел странную фигуру. Почувствовал боль в голове. Что еще? Компьютер утверждает, в корабль проникают посторонние излучения. Так? Под угрозой системы жизнеобеспечения и терморегулирования. Причина? Видно, не держат экраны. Проверил систему защиты? Саша, сходи к Дементьевой, пусть обследует тебя. Павел. Хорошо, покажи, где ты встретился с этой странной фигурой. Павел. 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 Свою пользу, Саша, теперь могут принести автоматы наши киберы. Еще бы, твои ученики. А может, мой компьютер уже подготовил их к выходу в космос? Надо взглянуть, как они там. Как тебе нравится твой двойник? О, им можно гордиться. Экран номер шесть. В норме. Номер семь. Помолчишь? Вдвинут на два бекрота. Вот оно. Что у тебя случилось? Что? Черт. Навигатор два. Митя спаси его. Верни его. Слышишь, Митя? Уже бесполезно. Герман. Митя спаси его. Его не вернуть. Теперь мне надо выйти самому и проверить. Нет, Август, нет. Мы находимся в энергетическом поясе петли Ориона. Скоро войдем в ее центр. Рано делать выводы. У нас слишком мало информации. Чем дальше в лес? Командир! Компьютер выдает совершенно ложную информацию. Фантастическая плотность. Энергии поля впереди по курсу. Фантастическое. Я его запрашиваю, откуда такие данные. Он отвечает, не знаю. Учитывая, что он контролирует все дубльконтуры, я боюсь за судьбу корабля. Выводы? Электроника может отказать в любой момент. И тогда Фаэтону грозит полная дезинтеграция. Твое предложение. Может, лучше вернуться? Темпераментная речь Александра не решена оснований. Считаю необходимым продолжить полет. Не стоит испытывать судьбу. Земля ждет от нас реальной помощи. А мы еще ничего не узнали. Кое-что знаем. А будем дальше рисковать. Вообще ничего не узнаем. Что касается меня, то я отсюда никуда не уйду. КОНЕЦ Экран номер семь был сдвинут на два бикрона. Не страшно. Допустим, сдвиг шесть бикрон. Что же происходит? Но излучение проходит сквозь обшивку корабля. Я его чувствую. Проверю аппаратный блок номер два. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто ты? Эя. Эя? Больно? Очень. А теперь? Лучше. Ну, мне неспокойно. А так? Теперь хорошо. Я не то, что ты думаешь. Я не плод твоего воображения, не галлюцинация, нет. Мир очень велик. И ты не все знаешь о нем. Мне кажется, что я сплю и вижу удивительный сон. Когда я уйду, ты вспомнишь обо мне. А теперь выслушай меня и запомни. Вашу планету ожидает несчастье. Мы знаем, поэтому мы здесь. Нет. Людям угрожает не петля Ориона. Не петля? А что же? Говори. Митя? Митя? С кем ты разговаривал? Отчего ты против возвращения? Мы на Земле обработаем результаты исследований. Их вполне достаточно. В работу включатся лучшие ученые. Митя. Откуда это? Да так. Эксперимент. Эксперимент? Я потом все расскажу. Я потом все расскажу. Эксперимент. 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 Задремала? Странно. Устала я. Все мы устали. Пойду к себе в отсек. Пойду к себе. 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 В ней было больное сердце. И однажды во время опасного опыта она архела. Я помню эту историю. Да это страшно. Ты что, считаешь себя виноватой? Нет, но я не должна была этого допустить. Все-таки древние греки недаром придумали легенду о Файтоне. В ней вечный конфликт между человеком и космосом. Конфликт? Конечно. Еще в позапрошлом веке Гэксли утверждал, что Вселенная находится в постоянном противоборстве с человеком. Задача природы подавить человека, разрушить созданное им. А человек отстаивает себя, творение рук своих. Разве не так? Врет твой англичанин, и ты врешь. Природа всегда станет противоборствовать, если ты будешь к ней относиться как враг и потребитель. А если в ней видеть своего друга и союзника, то можно стать во сто крат сильнее. И находиться в глубоком шоке, как Август. Все надо делать с умом. Оставь хоть немного места для фантазии и интуиции. Ты не исправил романтику, утопись, Дмитрий. Играет музыка. Играет музыка. Август надолго вышел из строя? Постараюсь поскорее поставить его на ноги. Каким образом он жив? Есть новый метод лечения. На земле он дал хороший результат. А, это новое открытие, психоконтакт. Молодец. Да, этому открытию 6 тысяч лет. Очень важно, чтобы он заговорил. Да, командир. У каждого свой запас прочности, его можно вычислить. И еще есть сообщение. То, что проникает в корабль, это голограммы. И они на два порядка информативнее наших. Создавать их могли лишь разумные существа. Ты хочешь сказать, что... Да. Если бы они захотели вступить с нами в контакт, то не присылали бы голограммы, разрушающие мозг. Они преследуют врачебные цели. Тогда как ты объяснишь вот это? Откуда? Подарок голограммы, которую зовут Ээ. Я сделал анализ ее состава. Это древнее украшение, отлитое из неизвестного нам металла где-то в 18-20-м тысячелетии до нашей эры. А этот диск был у Августа. Давайте проверим. Кому-то выгодно воздействовать на нашу психику. Легендарный Грифон. Откуда он в космосе? Да. Диски с того же металла, что и цепочки. Одни сюрпризы. Посмотрите. На нем изображены планеты нашей Солнечной системы. Венера, Марс, наша Земля. Но их 10. Здесь одна лишняя. Есть над чем подумать. А если это попытка контакта? Я уверен, надо идти в центр петли и ждать там встречи. Рандеву ему мерещится по ночам. Мы не готовы к подобным контактам. А вы помните священные тексты Корк Паде? Пещерные города Древнего Тибета. Да. Там, кстати, есть упоминание о 10 планете, откуда прилетали к нам в огненных колесницах люди. Вот, пожалуйста, здесь отзвуки катастрофы в Солнечной системе. Это же не доказательство. Мы серьезные люди, Мария. Я ищу возможную связь. Ищу все, что поможет выяснить тайну. Конечно. Но пока у нас одни загадки. Есть много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам. Митя, сделай голографические копии с этих украшений. Зачем? На тот случай, если они пропадут так же внезапно, как и появились. Продолжай их изучение. Август, что с тобой? Митя, помоги. Август, опять те же самые мотивы. Я начинаю понимать, что с ним произошло. Ему лучше. Можем начинать. Август, успокойся. Усни. Вспомни, что было с тобой там. КОНЕЦ КОНЕЦ Можно включать. КОНЕЦ 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 Мама! Зачем ты... Плохо? Ничего. У него жива память. А это немало. Сколько прошло времени? Минут 30. Переключай полюса. Сейчас я буду передавать Август. Маша, ты не должна рисковать. Отдохни. Включай Митя. Включай Митя. Включай Митя. Митя. Включай Митя. Включай Митя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дементьеву срочно к себе Субтитры создавал DimaTorzok Послушай, командир, я хочу понять, почему голограмма не успевает передать всей информации? Что-то их пугает? Что-то их пугает? Да, усматривается закономерность Мы начинаем волноваться, и они тут же исчезают У нас при волнении усиливается активность биотоков мозга Конечно А почему их воздействие так болезненно на наш мозг? Ты предлагаешь записать колебания энергии голограмм? Растянуть и расшифровать? Умница! Заходите к нам Спасибо, что помогли найти нашего товарища Что с ним произошло? В открытом космосе мы не смогли защитить его стеной от Брока Брока? Что это? Это энергия мысли Откуда она? С планеты Диана Планеты Диана, что у звезды ФУО На орнаменте диска, оставленного нам? Да, да, вы хотите спросить о десятой планете? Она погибла очень давно в космической катастрофе Ее жители перебрались на Диану и хотят уберечь вас от огромной опасности Какой? Вас должна спасти петля Ориона, как вы ее называете Петля это Брока? Нет, это энергетический пояс, созданный жителями Дианы Мы встретимся с ними? Мы указатели на пути к ним Откуда они знают людей? Мы уже встречались Жители Дианы бывали на вашей планете Но люди, которые прежде встречались с вами, погибали Может быть, такая живучесть ожидает и нас? Мы не хотели и не хотим этого Эта стена оберегает нас от Брока? Да А если ее убрать? Тебе будет очень больно, как тем другим Нам это нужно знать, чтобы понять вас И тебе не страшно? Нет Хорошо Стены между нами больше нет Жалко его Мой кибер мужественно боролся Саша, пусть компьютер займется результатом эксперимента Видя пленку, посмотрим фотон Рапиде И тебе не страшно? Нет Хорошо Стены между нами больше нет Уточните, какая опасность грозит Земле Вот это Земля Отсюда из-за пределов Солнечной к Земле движется космический вихрь Он несет бубительный вирус стеклянной болезни Мы не могли допустить, чтобы жители Земли погибли И создали защитную петлю Ориона Мы хотели сообщить об этом как можно быстрее И посылали сведения в мозг астронавтов при помощи экспресс-метода Ваш мозг не выдерживал насилия Но вы нам помогли И теперь мы начинаем понимать друг друга Главный компьютер Слушаю, командир Все сведения о петле и о космическом вирусе срочно передать на Землю Выполняется, командир Теперь нужно сто раз подумать, прежде чем сделать следующий ход Что мы узнали? Эти голограммы? Ты прав, они сжимают информацию А стена растягивает информационный код и охраняет наш мозг Кибер без защиты выставил всего лишь 20 секунд А человек выдержит только 6 Вот почему Август почти ничего не запомнил Вот почему Август почти ничего не запомнил Кибер без защиты Анна Петровна, позвольте мне провести испытание на себе. Нет, Маша, сегодня мы завершаем эксперимент, и я проведу его сама. Но у вас больное сердце, а мы подходим к болевому порогу. Не волнуйся, все будет отлично. Так, хорошо? Готова, Маша? Готова. Ну, давайте, приступим. Будем начинать. Включай, Маша. Может, все-таки я попробую? Нет, нет. Я убавлю напряжение? Нет, нет, не трогай. Прибавь, Маша. Нельзя, это опасно. Маша, прибавь. Я тебя прошу. Нет. Маша! Маша! Разве так можно? Нужно. Фаэтон! Фаэтон! Говорит, земля! Фаэтон! Говорит, земля! Товарищ Кречет, к аппарату! Фаэтон дает связь! Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, дорогие мои. Очень волновались за вас. Здравствуйте, Николай Савельевич. Ну, вот и прекрасно. Снова вместе. Как самочувствие, Август? Он не совсем еще здоров. Да нет, все хорошо. Ладно, ладно, не храбрись. Врачу виднее. Теперь о деле. Ваше исследование многое прояснили. Так вот, незнакомые излучения это реликтовая нейтрина. Против них вся система защиты бессильная. Источник находится на Диане. Данные мы обрабатываем. Петли и кран для голограмм. Голограммы без стены опасны для человека. Но ведь петля создает эту защитную стену. И она движется к земле. Предположим, что петля защитит землю от стеклянного вируса. Тогда людей убьет Броку. Думаем об этом, думаем. Но пока надежных рекомендаций дать не можем. А теперь главное, друзья мои. Необходимо определить максимальную напряженность в центре петли и ее опасность для человека. Это ничего не даст. В петли еще масса загадок. Что вы предлагаете? Взорвать петлю. Саша, замкнуть ее на самое себя. Аннигилировать, наконец. А как же стеклянный вирус? Покончим с петли, примемся за вирус. Это безрассудство. А то, что вы предлагаете, это самоубийство. Самоубийство. Саша. Простите его, Николай Савельевич. Компьютер предсказывает разные беды впереди. А Саша верит своему детищу больше, чем кому бы то ни было. Это естественно. Но в ваших руках судьба жителей земли. Не делай того, что задумал. Почему ты не веришь нам? Это ловушка. Нет. Пройдя через центр петли, вы будете защищены от космических вирусов. Радиации и болезни не будут опасны людям. Я никогда не верил вам. Это западня. Вам не угрожает опасность. Скоро эта стена между нами исчезнет навсегда. Уходи. Ненавижу вас. Ненавижу. Вы погубили столько людей. Не меняй курс корабля. Вы не можете остановить меня. Придется остановить. Хоть я и не хочу этого. Я не боюсь. Я спасу всех. Я спасу всех. Извините. Поч IBIS Саша! Остановись! Маша, быстро за ним! Нет! Быстро! Нужна помощь! Он ушел в электрон отсек. Будет беда. Останови его! Есть! Я тебя слушаю. Меняем траекторию. Включи систему для выхода из опасной зоны. Исследую задачу. Выполняй. Отказываюсь. Это противоречит приказу командира. Хорошо. Хорошо. Осторожно. Ты в электрическом поле. Напряжение выше нормы. Молчать. Стой! Стой! Не работает индикатор третьей стойки. Попробуй заменить блок номер пять. Давай. Все в норме. Оживает. Земля сообщает. Два корабля готовы к старту, чтобы лететь к нам на помощь. Ну, как дела, ребята? Заговорил. Фух. Слышал о кораблях, командир? Да. Что сообщить Земле? Можешь передать, сами дотянем до дому. А пока мы не починим компьютер, беды будут преследовать нас по пятам. Не делай того, что за дух. Почему ты не веришь нам? Это ловушка. Это Саша. Нет. Пройдя через центр петли, вы будете защищены от космических вирусов. Радиация и болезни не будут опасны людям. Если это так. А если нет? Надо выйти в открытый космос и проверить силу энергии на себе. Правильно. Рискует только один. А в корабле сидя за экранами, мы ничего не узнаем. Как бортинженер должен идти я. Нет, командир. Этот вариант по моей части. Почему еще? Я хорошо отдохнул и могу принять на себя энергетический удар. Август, август. Нет, друзья. Это медицинский эксперимент, его должен проводить врач. А моя кандидатура тебя не устраивает? Ты еще не здоров. Здоровье понятие относительное. Всем в отсек управления. Пойдем, доктор. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Опять опаздываешь? Приближается метеорный поток Включить защиту Защита не работает Закрыть иллюминаторы Есть! Опасность Что произошло? В блистер попал метеорит В любую секунду сюда может ворваться космос Это смерть для тебя Митя! Митя! Во цех управления закрыт щит блистера Витя! Что? Заблокировано? Да Закрывать дверь нельзя Надо выйти в коридор Там спасательный костюм Тогда погибнут товарищи Я обязан спасти Тамаркина Откройте дверь, Дмитрий Не надо, дружок О чёрт! О чёрт! Ну что? Щит не закрывается, командир Маша! Август, командир! Осталось несколько секунд О чёрт! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан Компьютер отказал 8-й блок. Как думаешь, что с ним? Трудно сказать, он был связан с каютой Мити. Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Мы пришли к вам с миром. Смотрите Казахстан Когда ваш товарищ оказался в беде, мы успели спасти его. Скоро вы все вместе вернетесь домой. Подготовьте землю для контакта с петлей Ориона. Казахстан 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 Казахстан